На велосипеде я к нему вообще, можно сказать, вообще никак абсолютно не относился. Я пару раз катался по городу, и все это, вообще все для меня было новое. Ну а потом было почти шесть месяцев пути. Вместе с другом Роман проехал на велосипеде семь стран. Сначала Монголия, потом Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзия, конечное в Индонезии. В итоге пройдено 12,5 тысяч километров. Приходилось то убегать от заморозков, то сгорать под солнцем жарких стран. Раз в неделю парни устраивали выходной, чтобы восстановить силы. Готовили сами, ночевали где придется. В Монголии это было просто съезжали с дороги и вставали. Ну, старались рядом с юртами вставать, чтобы воды взять. В Китае потом просто вообще вставали на любом свободном месте, где помещается палатка. Просто где-то за домом, за заправками. Всегда были газ с собой, горелка. Рюкзак вот даже к концу путешествия весил, ну, где-то около 20 килограмм. На все путешествие у каждого ушло больше 100 тысяч рублей, не считая обратных билетов. Кстати, близкие были уверены, что-то заставит Романа и Дениса вернуться домой раньше, чем через 6 месяцев. И Новый год они встретят дома. Но 2020-й друзья отметили в Бангкоке. Больше всего Роману понравилась Малайзия. Своими контрастами. Если ситуация в стране позволит, то в начале мая Роман хочет провести встречу со своими подписчиками. Ответить на все вопросы, дать советы перед дальней поездкой. Кстати, все полгода за перемещениями Романа и Дениса следили тысячи жителей края. Смелый маршрут двух друзей вдохновил многих безумцев, которые теперь тоже хотят проверить себя и свои велосипеды на прочность. Когда границы, наконец, откроют. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком.